Туман создает много препятствий на дороге во время движения, а ехать все же надо. Соблюдая рекомендации госавтоинспекции по управлению транспортного средства, в условиях тумана можно избежать многих неприятностей. Первое правило, которое необходимо соблюдать во время плохой видимости, включить ближний свет фар, таким образом обозначить свое присутствие на проезжей части. Второе, правильно выбрать скоростной режим, он определяется дальностью видимости проезжей части дороги. Кстати, управлять во время тумана намного безопаснее, все-таки с включенным ближним светом фар, намного лучше обзорность дороги. Особенно быть внимательным, это при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, потому что пешеход может быть в любой момент появится на проезжей части, вы просто можете не успеть реагировать. Да, у нас есть правила дорожного движения, которые гласят, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен снизить скорость вплоть до полной остановки. Дело в том, что когда идет условие туманов, то видимость намного хуже, и можно просто не среагировать. То есть быть предельно осторожными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов. И еще одно условие, это быть внимательным при проезде перекрестков и соблюдать дистанцию между транспортными средствами. То есть чем меньше у вас скорость движения, тем больше у вас возможности не попасть в дорожно-транспортное происшествие. Если туман настолько плотен, что дороги совсем не видно, и водитель не знает даже где обочина, можно помочь сигналам поворота. Второй вспомогательный прием – переключение светофар с ближнего на дальний. Обязательно следует подать заметный сигнал тем, кто едет сзади. Либо с помощью красных аварийных фонарей, либо с помощью аварийной сигнализации. И все-таки, если есть возможность переждать туман, то лучше воспользоваться ею, потому что риски на дорогах могут стоить жизни вам и вашим близким.